Весовая категория Славянки Петрусич со счетом 1-2 за выход в финал, в полуфинале. К сожалению, но Сашу Лычагину мы с бронзовую медалью поздравляем. А вот и финал мужчин до 54-х. Здесь испанец Хесус Кабрера против никому доселе неизвестного бельгийца Мурада Лачруа. Здесь о чем речь? 19 лет испанцу Кабрера, но он уже является чемпионом 2014 года среди юниоров. Он выигрывал в том же 2014 году европейский юниорский чемпионат. В 2015 золото было у него опять же на юниорском чемпионате Европы. И самое главное, что он выиграл в 2014 году уже на взрослом уровне бронзовую медаль. Сегодня Хесус Кабрера пошел еще дальше. У него минимум серебро. А вот соперника никаких регалий не имеет. К тебе, Сэйфула, вопрос. Когда у тебя были соперники без регалий, какая была тактика на бой, что было сложнее или наоборот легче? У всех по-разному. Ну, я уже выходил с ними как действующий чемпион Европы. Я понимал, что мне нужно первый раунд вести агрессивно, подавить их недух. Ну, это получалось, потому что я сразу нападал. Чтобы у них уже жажды духа никакого не было. Я, выходя, я понимал, что они их еще давят, то, что я чемпион Европы, призер чемпионата мира. Я пользовался этим. Ну, Сэйфула, безусловно, имеет право судить теперь со стороны, потому что он знает, как все происходит там, на корте. Потому что это совершенно по-разному. Правильно, Сэйфула? Да, вот ты по картинке видишь людей, казалось бы, что там, слева зайди, правой ногой ударь, в гоу, без проблем. А вот ты попробуй это сделать, или хотя бы с вытянутой ногой постоять. Вот многие телезрители спрашивают, ну, что здесь сложного в Хэквондо? А вот вы попробуйте, да, хотя бы 30 секунд просто на одной ноге постоять, подняв вторую под прямым углом. Уже. А это, возможно, уже пятый бой сегодня? Да. А это за сегодняшний день для многих пятый или шестой бой. И плюс к этому, безусловно, у них на спарринг-тренировках перед соревнованиями идет выкладка как минимум один бой. Правильно я говорю? То есть получается, это даже седьмой бой для многих. И вот, пожалуйста, какая свежесть от Хэквондо. Простите, очень сложный вид спорта и далеко не так легко, как кажется, попасть даже в корпус. А я уже не говорю о том, чтобы три очка заработать попаданием в голову. Давай посмотрим, Сэйфула, как работают и испанец, и его мало кому известный бельгийский соперник. Вот поактивнее все-таки испанец, согласно своему статусу. Больше из защиты, да, работает бельгиец. И, как мне кажется, не высоко поднимает ногу опорную, бьющую. Все-таки в защите похуже работает. Как тебе не кажется так? Не уверен. Нога не поднимается высоко, чтобы снизу не встретили. То есть он заведомо... Ну, с разворота зато сейчас можно получить. Смотри, как хорошо. Заведомо показывает, что у него там закрыто, чтобы он не пытался снизу бить. Ну, вот как раз сейчас мы об этом и говорим. Да, бельгийц скрывал атаку через нижнюю часть правого фланга и получил как раз, к сожалению, ниже пояса. Удар, опять для тех, кто смотрит впервые, запрещен удар ниже пояса. Это штрафуется предупреждением. Ну, на усмотрение судьи, если это было не специально сделано, а в поры страсти в бою, то без карточка обходятся спортсмены. Видно, что выцеливает удар в голову испанец. Либо с разворота, либо прямой правый. Хотя уже поменял стойку. Вот по поводу стойки, да, специалисты, безусловно, знают. Для новичков непонятно. Для чего нужно менять стойки? Правую, левую? Ну, стойку меняют, потому что скрывают основной удар, который хотят нанести. Я думаю, оба хороших бойца, раз они в финале. И простой удар в голову, здесь никто не попадет. Здесь надо его будет тщательно скрывать. Даже, как вы говорите, много раз переднюю ногу поднять, поменять пару раз стойку. И потом нанести обманный удар. А может быть, даже рукой. Вот я много видел в финалах в тяжелом весе, где легкие спортсмены. Как раз здесь они выцеливают удар, маскируют именно в корпус рукой. Казалось бы, все ждут атаки с разворота или через правый фланг, если левая опорная нога. Но идут через корпус рукой. Ты согласен? Да. Многие все-таки используют, может быть, не такой выраженный удар. Но если его уметь правильно проводить, строго в центре жилета, акцентированно, то можно заработать одного очка. Цифула, следующий к себе вопрос. Как тренеру? Что не хватает в России именно тренеру? Мы поговорили с президентом нашего союза как в одной России. Спортсменам, получается, теперь не хватает только олимпийского золота. Потому что у нас есть медали, у нас есть молодые спортсмены, у нас есть ветераны. У нас есть все, что мы мечтали еще в Пекинскую Олимпиаду, когда никого не было на Олимпиаде, и когда мы вообще не знали, где этих спортсменов взять. Вот с точки зрения тренеров, скажи мне, пожалуйста, ты молодой тренер. Но ты, естественно, общаешься с главным тренером, нашему тренерскому цеху. Мы же не привлекали, как многие другие страны, европейских опытных тренеров. Корейцев мы не привлекали. Мы работаем своими силами. Вот тренерский цех, что происходит в нем сейчас? Расскажи. Российское тэйкондо, оно отличается от всех тэйкондо. Почему? Есть латиноамериканское тэйкондо, африканское, азиатское, есть европейское. То есть у всех этих континентов разный стиль. И плюс российское тэйкондо. У нас другое тэйкондо, у нас от защиты мы работаем, блокируем. Сказать, что нам нужен какой-то специалист, ну, это неправильно. Ну, давай тогда скажем, что есть российское, есть остальное. Теперь можно, наверное, так, и он не будет. Он не будет понимать, что хотят наши тренера. И поэтому, я думаю, у нас все идет хорошо. Извините, я перебью. Вот как раз сейчас зрители видели активную атаку, но не испанца, а бельгийца, рукой. Вот чуть-чуть, и дошел бы он до цели. Прошу прощения, что тебя перебил. Ты же тоже такие приемы очень часто применял и хитрил, и обманывал своих по-хорошему соперников. Продолжая мысль, да, тэйкондо европейское и российское, это все равно разные вещи. Да, вот буквально, как вы говорите, в Пекине у нас не было никого. А сейчас у нас уже есть Беша Денисенко, Анастасия Барышникова и Альберт Баун. То есть, я думаю, что мы идем в верном направлении, уже в ближайшем будущем, олимпийский чемпион не за горами. А может быть кто-то из твоих учеников, почему ты об этом не говоришь, Сифулап? Нет, это уже ближайшее будущее. Ведь ты знаешь, как отличный боец, что всегда нужно закладывать планку наиболее максимальную. То есть, ты хотел стать чемпионом Европы, но когда ты им стал, ты не остановился. Ты стал второй раз, потом ты стал третий, а потом еще четвертый, да, и тебе воля, наверное, пятый, шестой, седьмой. Так же, наверное, как и тренеру тебе хочется, чтобы, естественно, не один твой ученик и не только на чемпионате Европы блеснул. Получается или не все пока в контакте с ребятами? Когда ты был спортсменом, это одни отношения. Да. Сейчас эта психология совершенно другая. Границы, как все происходит? Когда я был спортсменом, я еще хотел поступить на институт психологических факультетов. И я очень много читал. То есть, мне нравится управлять мыслями, с кем-то общаться на эту тему. И поэтому я много об этом читал. То есть, когда я уже становился тренером, я понимал, как я буду работать и с чем я буду сталкиваться. То есть, для меня это большой проблемой не стало. С ребятами нахожу общий язык. Есть с ребятами, где на кого надо надавить, кого-то отпустить. То есть, работаем в этом плане. И с ними вместе сам расту теперь, как тренер. Ну да, как говорила в свое время Фаина Раневская, я не могу играть Маргариту Готье только потому, что я кашляю. Понятно, что, чтобы быть хорошим тренером, недостаточно уметь просто показать, как обладать хорошим ударом, как ты, к примеру. Есть, наверняка, я так предполагаю, ученик, который как раз наглядно не понимает, как произвести этот удар. Здесь вот момент психологии, о котором ты и говорил. Согласен с тобой полностью. Что происходит у нас здесь на турнире? Что у нас происходит на турнире? Я имею в виду на стадионе. Будет ли церемония награждения? Нет, скорее всего, организаторы решили церемонию награждения уже пустить после всех финалов. До последнего было непонятно, как проводить ее после каждого финала или женского. Нет, все-таки будет церемония у нас общая для всех в конце. Но на повторах видно, что бельгиец очень хороший, обладает техникой, особенно прыжковой частью. Здесь и с правой стойки сейчас на повторах было видно, как он вертушки делал, и с левой стойки работал. И без нарушений, да, Сейфула? Вот что важно. Чистый бой. Смотри, какой финал уже не первый, без видеоповторов и без нарушений. Это говорит все-таки о качественно новом уровне проведения решающих стадий соревнований. Все-таки финалы, более нервная обстановка, эпогей до турнира, самая кульминация. И без футфу не сглазить, без судейских каких-то скандалов, без спорных решений, без видеоповторов. То как раз по какой причине в свое время хотели Тхэквондо лишить олимпийской лицензии. Я имею в виду, что незрелищный вид спорта, затянутые бои. И вот, пожалуйста, что мы видим за два года. Чемпионат Европы, финал, мужчины. Заложено 15 минут на финал с точки зрения прямой трансляции по бродкастингу, это важно. Вот тебе 15 минут, этот финал идет без задержек. Как работают спортсмены? Качественно. Качественно на новом уровне теперь Тхэквондо. Приятно смотреть. Нет, скрою, наверное, тебе тоже. Да. Третий раунд, минута 30 остается до конца этого боя. И, похоже, вот этим ударом бельгийца выходит вперед. Красотища-то какая. Какая красотища. Здесь, пожалуй, это лучший удар вечера. На повторах будем много смотреть. Скрывал, маскировал движение вокруг с оси, с правой, с левой стойки бельгийц. И перехитрил в итоге. По-моему, как раз Сафлаты так любил делать. Правда, с другой ноги. Как я помню. Очень много он уходил, контратаковал и нанес решающий атакующий удар. Уклонялся. С центра корта выманил на себя соперника. И сейчас уже в стиле Жанкода Ван Дамма добивал испанец-бельгийц. Но нет зачетных очков. Нет, он не сработал жилет. Сколько там времени, Сафла, не видишь? Да, 50 секунд, по-моему, да? Остается до конца. Испанец по замечаниям заработал один балл. Да, мы зрителям объясняли, что замечание можно... Точнее, свой балл можно заработать, ничего и не делая, не добиваясь успеха с точки зрения результативной атаки. Но соперник может помочь, если он много нарушает правила. Вот 1-3. И теперь, теперь-то все в руках испанца. В концовочке, пожалуйста, удар в голову. И уже 4-3 испанец выигрывает от финала. И на приходе еще один удар происходит. Ох, сглазил, да, сглазил. Не в ту сторону я направлял свои мысли, как говорит Сифула Магомедов, про свои победы. Но сейчас бельгиец, еще раз подчеркну, друзья, вот даже в его биографии. 21 год, и кроме того, что он участник чемпионата Европы 2016 в Монтре, еще никаких серьезных данных о победах, участиях в юниорских чемпионатах. Молодой спортсмен, точно, что я выяснил, не родом из Бельгии, иммигрант. Ну, сейчас в Бельгии много таких спортсменов, включая тех, кто на Олимпиаде за Бельгию претенгует на Олимпийское золото. Хотелось бы еще отметить, что в прошлом году на чемпионате мира в Челябинске Денисов Станислав выиграл его за выход в полуфинал. Да, это единственное, я как раз хотел об этом сказать, потому что Станислав Денисов, это следующее, о чем стоит поговорить об этой весовой категории. Давай перейдем к этому. Сегодня у нас, у мужчин до 54 килограммов выступали два российских спортсмена. Михаил Артамонов и Станислав Денисов. Что касается Михаила Артамонова, у него бронзовая медаль. Что касается Станислава Денисова, в этой весовой категории у него тоже бронзовая медаль. Мы, ребят, поздравляем. Но оба проиграли, почему не попали на картинку в финале, в прямой репортаж. Оба проиграли вот этим вот ребятам. Артамонов проиграл Кабрери, который проиграл в финале. Ну, а Денисов может гордиться тем, что он проиграл чемпиону Европы. Ну, даже не гордиться, а говорить о том, что, ребят, я же тоже вот рядышком с золотом ходил. И даже с серебром. То есть, по сути, по силе Кабрери Денисов не уступает. У него даже еще отличный встреч. 2-0 в пользу я проверил Станислава. Что касается вот бельгийца, темной лошадки, можно сказать, этого турнира, новичка, дебютанта чемпионов Европы. То вот 21 год он молодец, стал чемпионом Европы. А Денисов проиграл, причем вел 4-0 Станислав Денисов. Потом 5-1, по-моему, проиграл 5-7. Вот характер Мурада Лачуруа. Какой великолепный характер у спортсмена. Твой, кстати, Светула. Вот очень схожая активность, воля к победе, дух, жажда, как ты говоришь, победы. Вот каким Бельгия теперь спортсменом располагает и гордится. В этом полуфинале против Денисова он отыгрался с 1-5. А Денисов далеко не мальчик для битья. Человек, который сам умеет по 20 очков набирать чемпионат мира прошлого года. Тому подтверждение, где Денисов стал серебряным призером чемпионата мира. Это еще один очень сильный молодой спортсмен нашей сборной. К сожалению, Станислав получил после того чемпионата мира серьезную травму. Сломал ногу, не смог принять участие в гран-при. И по этим причинам, возможно, не смог отобраться даже на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Но вот мы виделись с Станиславом этой зимой, как раз в Рио-де-Жанейро, на тестовом турнире. Туда Станислав летал. После травмы уже чувствует силу в больной ноге. Врачи вылечили, слава богу, почти все. И выступил в Рио-де-Жанейро неплохо Станислав. Но сегодня на первом крупном для себя старте этого года Станислав, я считаю, может гордиться этим результатом. После серьезной травмы бронзовая медаль. Я думаю, что если у нас будет такая возможность, что в завтрашний эфир мы кого-то из сегодняшних медалистов наших позовем. И не исключено, что это будет как раз Станислав Денисов, потому что его воля к победе заслуживает уважения. Все-таки бронза после серьезнейшей травмы. Ты, наверное, помнишь, да, на Кавказе у нас был великолепный боец, который тоже получил очень сильную травму. Акоев, по-моему, да, лидер сборной по духу как раз года 2008-2010. Вот ему травма не позволила, к сожалению, восстановиться и вернуться Станиславу. Мы желаем здоровья. Он молодец, перелом ноги, причем самый неприятный какой может быть перелом. Поэтому там с лодыжкой тоже была проблема. В общем, Станислав в строю, и мы надеемся, что как раз Станислав и попадет, может быть, в олимпийский цикл и отбор, и, может быть, даже на Олимпиаду 2020. Это мы уже загадываем вперед, но все равно есть такие. Михаил Артамонов, новичок, можно сказать, такого крупного турнира, как и бельгиец, который дает сейчас первое свое победное интервью. Мог бы быть на месте Мурада и Миши Артамонов. Вполне, при том, что Артамонов на предыдущих турнирах... Ну... Продолжение следует...